Почему кошка спит большую часть дня? На самом деле кошки проводят почти две трети дня во сне и бодрствуют лишь треть времени. Обычно сон наступает после определенных мышечных упражнений, то есть в это время сон более или менее обоснован с нашей точки зрения. И, подобно большинству животных, кошки, как правило, спят после обильной пищи. Действительно, сразу же после кормления кошку удобнее всего фотографировать, поскольку тогда она испытывает естественное желание расслабиться. Тепло также играет серьезную роль как побудитель для сна. Здесь сон становится как бы компенсацией незначительного повышения температуры тела. Сон весьма важен для сохранения и восстановления нормального функционирования тканей тела, особенно нервной системы. В отсутствии сна животное становится раздражительным и может серьезно заболеть. Однако, поскольку для бодрствования кошки предпочитают сумерки и потемки, то время, когда они спят, как правило, не совпадает с нашим отдыхом. Люди, наблюдающие кошек во время сна, отмечают подчас странное поведение мурок. Доктор Хендрикс, исследователь из Соединенных Штатов Америки, проводила свои изыскания в специальных спальных камерах Пенсильванского университета. Она обрисовала несколько опасных симптомов. В одном случае кошка непрерывно двигала лапами во время сна, в другом она страдала внезапными припадками, при которых вскакивала среди сна и начинала ловить несуществующую мышь. В большинстве случаев они вызваны травмой от удара по голове или падения с крыши, и только в одном случае доктор допустила, что это врожденный недостаток. Но чаще всего кошкам, так же, как и людям, что-то снится, и они гоняются во сне за аппетитной мышкой. Продолжение следует...